Ответ на игра между ноябрьской «Газпромнефтью» и новоуренгойским «Ямалом» получилась очень драматичной, с невероятно закрученным сюжетом. В первом тайме подопечные Марата Обжалимова в течение 7 минут легко ушли в отрыв. 3-0. И, похоже, на этом успокоились, решив, что соперник сломан. Однако гости так не считали и уже к перерыву счет сравняли. 3-3. Я не знаю, который раз уже самуспокойность какая-то. 3-0. Решили, что игра будет легкой, такой же, как и вчера. За это поплатились, расслабились. А затем уже перестраиваться трудно, а соперник, наоборот, почувствовал вкус голов, вкус игры. Во втором тайме «Газпромнефть» добавляет и усиливает давление на ворота соперника. «Ямал» отбивается и пытается играть на контр-выпадах. Это у гостей получалось великолепно, и к середине тайма счет был уже 6-3 в их пользу. К чести хозяев они не дрогнули, а засучив рукава, бросились в погоню и почти отыгрались, сократив разрыв до минимума 5-6. Однако очередной выпад «Ямала» и на табло уже 5-7 за 4 минуты до финальной «Сирены». «Газпромнефть» в концовке матча идет на отчаянный штурм и ликвидирует отрыв в два мяча. 7-7. А за 30 секунд до «Сирены» Игорь Горлин решается на удар с острого угла, и, к счастью для хозяев, вратарь гостей был не готов к этому выстрелу. 8-7. Тяжелая волевая победа «Газпромнефти». В раздевалке был серьезный разговор. Команда, наоборот, должна была выйти и разорвать соперника. Получили три мяча. Команда оказалась в легком, не в легком, а в тяжелом нокдауне. Приходили в себя, пришли в себя, проявили характер, волю к победе. И одержали очень-очень трудную победу. Пусть и не без нервотрепки, но ноябрьцы в очередной раз взяли так необходимые им три очка и продолжают лидировать в подгруппе. А 23 и 24 марта болельщиков ждет очередное ноябрьское дерби между местными дружинами «Газпромнефть» и «Вираж». Алексей Попов, Артур Кабаневский, Виталий Харченко. Новости нашего города.